Идиоматическое, дети, это не ругательство. Идиомы, и я хотел сейчас эту книжку назвать не великие, могучие, а идиомы, идиоты. Вот, а идиомы, такие устойчивые фразеологизмы, ну, например, знаете, вешать на уши лапшу. Знаете, что такое? Ну, если дети знают, значит, мужикам в правильной стране. Так, а вот, а давайте мы попробуем, создадим, у меня есть такая песня, которая называется... Ну, сейчас, какая самая длинная пища, которую вы когда-либо ели? Спагетти, правильно, и песня называется «Спагетти». Мы сейчас с вами попробуем организовать хор, потому что, когда вот и вступаем, веселее нам все вместе делать. И как только вы почувствуете, что нужно спеть спагетти по рифме, да, мы все сейчас вот такой томский хор создадим. Самая длинная пища на свете по-итальянски зовется «Спагетти». Любят спагетти в Италии дети, взрослые крутят на вилках «Спагетти». Даже поляные, забывали, имея, с маслом и сыром лупят «Спагетти». Отлично. А жители Падуни, Рима, Вероны, спорят, кто больше всех ест макароны. Цезарь и Данте ели спагетти, ели Монтегих и Капулетти. Ночью безолунную к милой Джульетте юный Ромео Леспа. Спагетти! Пляжут канаты, пляжут веревки, вместо шнурков их вдевают в кроссовки. Сети и плети плетут из саркетти, им посвящают обзоры в газете. И прославляют в каждом саннете, в каждом журнале и в интернете. Тех, кто ответы хочет в спагетти, быть осторожными, очень прошу. Ведь итальянцы, коварные эти, на уши любят вешать. Лапшу, 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 вешать лапшу, лапшу, вешать лапшу. Спасибо.